Дорогие друзья, 5 мая в 19.30 состоится вебинар, на котором мы с Виталием Шкельгуновым, дизайнером, модельером, основателем бренда одежды Two Beers, расскажем вам секреты запуска своего швейного производства. Если вы хотите открыть новое направление в бизнесе, реализовать собственное производство одежды, запустить свой бренд одежды с минимальными вложениями и продавать свои изделия на маркетплейсах, тогда этот вебинар для вас. Напоминаю, 5 мая в 19.30, для участия регистрируйтесь пожалуйста по ссылке в описании к этому видео, мы ждем вас. Добрый день, вы на канале модной практики, сегодня мы будем работать над ингиным гардеробом и вместе с вами смоделируем и раскроим юбку. Вот наш эскиз со встречными складками слегка А-образную на поясе, из такого красивого жаккарда, вы уже видели его в одном из предыдущих видео. Ткань мы пока не резали, заготовим выкройку, посмотрим сколько понадобится ткани, разложим выкройку, вырежем и сделаем примерку, если получится на инге, если нет, то на манекене. Приступаем, для того чтобы смоделировать такую юбку нам понадобится основа. Вот наша основа, для того чтобы смоделировать такую юбку нам понадобится основа по нашей системе расчета, классическая юбка. Дело в том, что у инги она тоже изначально выглядела более такой классический вариант, но у инги очень маленькая выточка 0,7 сантиметров, мы от нее отказались и на каждой примерке мы всегда немножко подрезаем переднее полотнище под животик. Поэтому мы уже внесли корректировку в нашу так сказать юбку и уже дальше каждый раз моделируем, чтобы не делать одно и то же на каждой примерке, уже у нас вот наша готовая основка. Поэтому вот эти 0,7 сантиметров мы здесь на ингу припосаживаем, на заднем полотнище у нас такая хорошая вытачка, юбка прямая, длина 57 сантиметров примерно мы взяли, ну да вот тут даже получается, что ну 57 да вот видите 57 сантиметров, 55 еще добавили 459 сантиметров и сейчас я вырезаю нашу основу и мы приступаем к моделированию. Мы вырезали нашу юбку, переднюю часть и заднюю часть, переднее заднее полотнище юбки и сейчас нам нужно боковой шов немножко увести на 3 сантиметра вправо и влево по отношению линии низа для того, чтобы юбка приняла а-образный силуэт. Берем бумажный скотч, я вот заготовила кальку специально и с другой стороны точно также сейчас склеиваем. Здесь скотч такой прозрачный бумажный, поэтому видно ту линию, которую мы заклеиваем. Я думаю, что вот так будет достаточно. Берем по линии, как-то я так странно не на одном уровне, но это на самом деле и не столь важно. Берем по 3 сантиметра. Откладываем вверх и вниз и вот где вот такая покатая линия бокового шва, где бедра, берем линеечку и соединяем нашу точку примерно с линией бедра, ну даже чуть-чуть выше. Вот видите, тут видно, где именно нам хочется сделать продолжение плавное нашей линии. И сейчас я вырезаю наши две новые детальки. Вот наша спинка, наша полочка и сейчас нам нужно, чтобы не только она в боках была вот такой а-образной, но и немножко на полочке и на спинке само вот это полотнище тоже немножко приняло а-образную форму. Для этого по спинке мы берем от начала вытачки вниз, рисуем ровную линию. То же самое мы делаем на полочке, так как у Инги нет вытачки, мы это делаем примерно в том месте, где должна быть вытачка. Если у вас есть вытачка, то вы делаете тоже от начала, от вершины вытачки. Всю вытачку мы не можем переносить вниз. Примерно половину наша вытачка здесь. Так вот мы вот так сложили обратно, померили. Здесь у нас три сантиметра, мы закрываем на полтора. Полтора-полтора сантиметра у нас остается наша вытачка. Вот смотрим. Смотрим теперь здесь. Здесь мы просто разрезаем. Я вот думаю, что... Примерно на такое же расстояние как на спинке Раздвигаем по линии низа. Здесь у нас 4 сантиметра, по спинке тоже у нас будет 4 сантиметра. Проверили еще раз. Вот все отлично. Если бы наша юбка была без складок, то мы уже могли бы вырезать выкройку. Сейчас я подклею скотч с изнанки для того, чтобы выкройка не прилипала к ткани. И мы с вами наметим наши встречные складки. Смотрим, что у нас получается. Это наше заднее полотнище юбки. Это наше переднее полотнище юбки. И нам осталось отметить, где у нас будут встречные складки. Они у нас идут от центра переда вправо и влево на одинаковом расстоянии. Но я обычно зрительно думаю так, что если бы мы делали рельеф и он бы проходил через центр груди, было бы красиво внизу сделать вот продолжение этих складок. От центра переда, примерно это вправо и влево, на Ингину фигуру я возьму 11 сантиметров. Я беру фломастер или маркет, от центра переднего полотнища юбки откладываю 11 сантиметров. Рисую ровную линию. Это можно было бы все сделать уже на ткани, но так как для удобства мы решили сделать это на кальке. И сейчас мы должны подумать, какая это встречная складка. Я предлагаю сделать 16 сантиметров заложить на складку, чтобы в готовом виде, вот у меня здесь 16 сантиметров я заготовила полоску, была встречная складка глубиной вправо и влево 4 сантиметра. Этого будет достаточно, поэтому сейчас я... разрезаю переднее полотнище. Вот так подклеиваю, ориентируясь по линии низа, центральную часть и боковую. И вот это будет наше расстояние, которое уйдет на складки. Берем боковую часть точно так же, подклеиваем. Это очень вкусно! Ирина-жуи, дерево, лепёвую, расчетку сантиметруя. Ирина-жуи и мясори. Ирина-жуи. Вот здесь можно сделать такое плавное продолжение. Вот здесь я тоже чуть-чуть возьму помягче. Вот наша выкройка готова и нам осталось определиться с количеством ткани. Сейчас я прикину, отрежу сколько нужно и продекотируем ткань. Вот наша ткань. Я, конечно, настаивала, чтобы было две длины. Учитывая, что здесь цветы, вот есть такие цветочки, которые, видите, идут в одну сторону. И они нигде не идут в обратную сторону. Но Наташа сказала уж, Оля, ну две длины это перебор. Поэтому лучше померь. Я думала, что я сейчас померю и так и выйдет, что нам нужно две длины. Может быть, сейчас посмотрим вместе. Вот, видите, тут еще кромочка такая широкая. Ну вот я пока просто по ширине смотрю. Ну вот четко помещается наша задняя часть юбки. И передняя, ну точнее наоборот, передняя часть и задняя. По-любому мы берем две длины. И сбоку у нас еще получится плюс на пояс, потому что цветочки идут в одну сторону. Поэтому мы берем две длины, плюс подгибка, плюс пояс. Сейчас я озвучу, сколько мы в итоге возьмем. Вот, смотрите. По самому длинному месту у нас получается. 60, пусть будет плюс 1, 61, плюс подгибка 3, 64, плюс пояс. Сейчас я себе напишу. 64 плюс пояс. На пояс у нас, если он идет 3,5-7, ну плюс 10 сантиметров. Получается 64 умножить на 2, это 1,28, плюс 10 сантиметров. Ну примерно 1,30-1,40 на такую юбку нам нужно. Сейчас я пойду отрежу, отдекотирую, разложу выкройку и я возвращаюсь в студию. Мы продолжаем работать. Я продекотировала, сложила ткань. Помню, что направление цветов у нас в одну сторону. Цветы смотрят вверх, поэтому выкройку вольтом я не кладу. И мы решили все-таки пояс сделать подолевой. Так как пояс будет узкий, здесь не будет видно, что рисунок перерезан. Всего 3,5 сантиметра пояс. Поэтому посовещались и решили сделать как положено подолевой, чтобы он не тянулся и хорошо держал фигуру. Конечно, по поперечной тоже можно, но это еще и лишние 10 сантиметров ткани. И зачем нам это надо, когда мы сбоку красиво сделаем пояс. Переднее полотнище у нас со сгибом по центру переда. Это у нас заднее полотнище. По спинке у нас шов идет на подгибку 3 сантиметра. И сейчас покажу боковые швы 2 сантиметра. И сейчас я начну резать и по ходу расскажу вам, на что стоит обратить внимание на полочки. Смотрите, вот здесь у нас такой получился как провальчик, это я так называю. Когда мы сошьем складку и разложим ее, может такая ситуация быть, что в верхней части, если мы вырежем ровно сантиметр здесь, может не хватить. И вот эта вот, где складка, она в этом месте уйдет вниз. Поэтому здесь мы берем 1 сантиметр, потом немножко увеличиваем и делаем небольшой запас. После того, как мы заметаем складку, мы осноровим линию талии. Поэтому пока я взяла чуть-чуть побольше в этом месте. Смотрим, что у нас тут. Видите, я сейчас объясню более наглядно. Когда мы здесь сошьем складку, вот здесь нам захочется это место осноровить. И оно будет чуть-чуть выше, чем идет наш сантиметр. Вот это полочка. Сейчас я точно так же вырежу спинку и покажу вам, как правильно заготовить складку. Заднее полотнище юбки я пока отложила в сторону. И сейчас нам нужно перенести складочки для того, чтобы сделать красиво. Нашу складочку нам нужно перенести в расстояние нашей складки и центр складки на вторую сторону. Для этого я делаю несколько булавочек, прокалываю. Центр в принципе можно было нарисовать, можно тоже пару булавочек проколоть. Переворачиваем, беру мелок, беру линейку и по булавочкам рисую три линии. Третья линия. Сейчас аккуратно вытаскиваем, снимаем кальку. Можно в принципе, ну лучше перенести с той стороны на эту линию сейчас, сейчас я вам покажу. Снимаем кальку, переносим вот эти три полосы на вторую сторону, отмечаем центр переда обязательно и приступаем к сметыванию складки. Так как ткань достаточно сложная, скользкая, то я взяла, она очень красивая, это хлопковый жаккард с тканевого бутика. Но я взяла и прометала наши складочки, это границы складки и центр встречной складки. И сейчас нам нужно определиться, насколько мы будем в верхней части, так сказать, застрачивать нашу складку. Я предлагаю пока взять сантиметров, ну прям немного, я думаю максимум, ну может быть 17. Вот 17, я сейчас отмечу с одной и с другой стороны сразу. И сейчас мы берем, видите, я еще ниточкой отметила центр переда, складываем складку пополам. Ориентируемся вот по линии низа, так как у нас там еще небольшой был вверху запас с одной стороны. Аккуратненько скалываем, чтобы не было никаких перетяжек. Взяла контрастную ниточку, не красную. И вес верхней части я сметываю уже нормальным, хорошим, крепким стежком, примерно 17 сантиметров. Не забываем делать несколько закрепок в начале и в конце. Сметали. Сейчас я разложу в лавочки и покажу, что получилось. Вот что у нас получилось. Сейчас нам нужно будет соединить нашу центральную складку с нашими швами. И верх на примерку можно будет немножко-немножко приутюжить паром. Вот таким образом, чтобы верхняя часть была красиво заутюжена и ее можно было сделать в пояс. Красиво вметать. Таким же образом я заготовлю вторую складку. Сметаю боковые швы. По спинке сметаю, заготовлю пояс. И мы сделаем примерку. Думаю, что мы сегодня хорошо поработали. И мы к лету все сошьем себе такие несложные, но красивые юбки. Можно из хлопка шить, из джинса, из любой ткани. Ну, желательно, конечно, чтобы она была такой плотненькой. Чтобы с форму держала. И пошьем себе красивые модные летние юбки. На этом мы с вами прощаемся. Пишите свои комментарии, понравилось ли вам сегодняшнее видео. Узнали ли вы что-нибудь новое. И до новых встреч. Напоминаю, что вы были на канале Модные Практики. С вами была я, Паукште Ольга. И вся наша большая команда. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите комментарии. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok